Новосибирский электродный завод Новосибирский электродный завод Новосибирский электродный завод Новосибирский электродный завод Его цветом действительно напоминает золотую туфельку с красными шнурками. Внутри цветка один пестик и две тычинки. Все так просто. Плод – коробочка, в коробочке семена. Но такие мелкие, ухожие на пыль, что раньше думали, у орхидеи вообще нет семян. А вот башмачок крупноцветный. Его цветок нежно-пурпуровый, щемящий душу. Недаром на Северной Руси назвали эти орхидеи сапожками Богородицы. Чтобы появилась на свет такая красота, должно пройти 20 лет, прежде чем из крошечных семян вырастет взрослая цветущая орхидея. Семенам помогают особые грибы, с которыми орхидея живет в симбиозе. Орхидеи, однако, достойны иной судьбы. Приспособление их совершенное. Посмотрите, внутри шаровидного лепестка, называемого убой, мечется маленькая пчела. Она провалилась в ловушку и выбраться может только в одном месте, там, где располагаются тычинки. Способы опыления у орхидеи изучил Чарльз Дарвин и написал об этом хорошую книгу. Дарвина всегда удивляли башмачки. Как они обманывают насекомых? Почему пчелы принимают такие мучения? Ведь внутри цветка нет ничего, кроме запаха. Напрасно пересаживать башмачок на дачу. Грибы очень капризны, и орхидеи погибнут. А если собрать цветы в букет, орхидея бессилит и может несколько лет скрываться в земле, питаясь за счет гриба. Не случайно почти все орхидеи в Красной книге. А вот на жарком солнце, на поляне, поднимаются кисти кукушника. Его цветы мелкие, но снабжены длинными нектарниками-шпорцами. Кукушник бабочек не обманывает. Нектарники его всегда полны. Эту орхидею зовут дремликов. Любит она влажные окраины болота. И цветы ее действительно обычно спят, пустив лепестки. Но когда нектар наполняет особой чашей в бахромочной губе, они просыпаются и выпрямляются. Тогда пчелы ни за что не оторвутся от пьянящего нектара, пока не опуляют все цветы в кисти. У человека миллионы половых клеток и один-два ребенка за всю жизнь. У орхидеи тысячи детей. Правда, выживают тоже один или два. Что лучше? Дарвин долго решал эту загадку природы. Орхидеи цветут с мая до августа. И одно из последних зацветает в лесу дремлик широколистный. Это мощное растение до метра высотой. Может быть очень жизнестойким. И говорят, само перебралось за океан в Америку. И там цветет даже на обочинах дорог. Ранней весной зацветет ядрышник шлемоносный. Он, кстати, встречается даже не под трубами, а под стенами электродного завода. Изображение этой орхидеи, занесенное в международную красную книгу, вполне могло бы стать экологической эмблемой завода. Ядрышником его прозвали закруглые клубни. А вот у пальчатокорейников корни похожи на руки. Листья их могут быть пурпуровыми или ярко-зелеными с темными пятнами. Музыка 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 Эти пятнадцатые листья Вальчатокарейники называли на Руси слезами Богородицы. Их в заповеднике несколько видов, а вот ночных фиалок мало. Именно о любке двулистной поэт Пастернак сказал, «Не любят дня, растут особняком, и даже запах любят поодиночке». К сожалению, ночью мы в заповеднике еще не были, но обязательно приедем. И заповедник здесь обязательно будет. Мы верим в это. Говорят, красота спасет мир. Может быть, это будет красота орхидеи? Ведь они этого так достойны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok